Харе Кришне, Атул Чандра Прабул, мой дорогой друг, наставник, он попросил меня рассказать, и он назвал это историей, как ты пришел в сознание Кришны. Я долго с ним обсуждал этот вопрос, как вообще можно прийти в сознание Кришны. Это изначальное сознание, нужно вернуться в сознание Кришны. Более того, есть проблема. Кто-то, я слышал, составил книжку и назвал ее, как я пришел в сознание Кришны, где много историй преданных Кришны. Но те, кто читает эту книгу, немного могут прийти в недумение, потому что некоторые из тех, кто написал это, они ушли из сознания Кришны. И поэтому сознание Кришны не является чем-то, с чем можно уйти. Это совершенно другое. И поэтому я должен сказать, что сама идея составить что-то и назвать это, как я пришел в сознание Кришны, достаточно противоречиво. По одной еще причине, как минимум, это связано с тем, что преданы, которые родились в семьях ващнавов, а их большинство, они никогда не приходили в сознание Кришны. Хотя, может быть, у них была вот эта сама идея, что вы приходите в сознание Кришны, становитесь преданными, она на самом деле не ограничена одной вехой, одним событием. Это нечто, что нужно делать регулярно, постоянно. У меня нету одного события, как я пришел в сознание Кришны. Мне было 15 лет. Приехал в Москву к своим родственникам и решил пойти на Арбат. В то время Арбат в Советском Союзе, уже начиная где-то с 83-го, 82-го года, даже 84-го года. В общем, когда я пришел на Арбат, это уже было место, где многие вещи, которые совершенно не были разрешены в других местах, разрешались на Арбате. Нигде в другом месте нельзя было выйти с Харинамой. И вот преданы вышли с Харинамой, это был 85-й, ноябрь, по-моему. Было уже прохладное, преданы вышли. И я видел эту Харинаму, достаточно интересное для меня было событие, потому что я еще был совсем молодым юношей, еще даже студентом не был. И вот я встречаю Харинаму и долгое время смеюсь. Кто-то может спросить, от чего я смеюсь, но история на самом деле такая. Когда я видел Харинаму, для меня было реально смешно. Почему-то. То есть сама эмоция была очень интересная, но смех закрался. Эта эмоция смеха, она закралась очень глубоко, потому что преданные. В ноябре оделись под штанники, в зимние сапоги, в такие вещи, которые связаны с зимой. Но в Тхоте. Из них минимум три человека было в Тхоте. Может быть, кто-то и в задних рядах тоже. И вот эта Харинама, она заняла весь Арбат. Все подошли к сторонам. То есть посередине идут преданные, за ними совсем небольшая группа последователей. И два ряда предных с тремя мридангами. Но вот это сочетание, сочетание больших финских сапогов, дутых под штанников и Тхоти, было смешно для меня. Я почему-то смеялся, долго смеялся. И все мои родственники не могли понять, чего ты так смеешься. Постоянно улыбаешься, смеешься. Я несколько дней не мог забыть этого образа Харинамы. Первое впечатление, первое впечатление, когда вы встречаете Харинаму. Даже не когда книжки, а именно когда Харинаму встречаете. Предных, которые поют в этих экзотических одеждах. Экзотические мантры. Вот этот момент, он самый такой важный. Независимо даже в каком-то смысле, пришли бы в сознание Кришны в этот момент или не пришли. Это реально важный момент, который откладывается в вашем сознании. В моем сознании точно отложился. Когда я уже, будучи студентом, купил в Киеве на Крещатике книжку у одного молодого продавца, он казался непредным. Но я купил Бхагавадгиту у него, это была моя вторая стипендия. И так я остался практически без стипендии, потому что книжка стоила 25. А стипендия была полная, стипендия 40. И как-то прожил. Но книжка была классная. И я был рад, потому что я получил эту книжку. Опять. Я точно не могу сказать, когда это было. 1986-1987 год. И потом мне кто-то... Кто видел меня с этой книжкой, знали, что я купил эту книжку. Кто-то мне в общежитии, где я жил в Киеве, подарил книжку индийского мышления. Мне не подарил, дал почитать. Потом забрал. Парень из Западной Украины. Очень хороший товарищ. Это было уже на втором курсе. В начале второго курса. Я читал. С книжкой индийского мышления было сложнее. Когда я на первом курсе читал... Это 1986-й год, точно. 1986-й год. Я на первом курсе читал Бхагавадгиту очень детально, очень скрупулезно изучал ее. Там было более-менее понятно, хотя и санскритские термины я не понимал. Приходилось постоянно пытаться понять, что именно здесь имеется в виду. Карма. Три гуны. Какие гуны? Ну, гуны я быстро выучил. А там было очень много технического санскрита. Долго я читал. И вот на втором курсе я получаю уже Иши Панишат. Каким-то образом. По милости кого-то. И я начинаю общаться таким образом с Шилапрабхупадой, с нашим основателем Ачайи. Это достаточно большой шаг вперед. Но это недостаточный шаг для меня был. И я... В какой-то момент... Это был уже... 89-й год. Летом 89-го года встречаю преданных. На Крещатике они продают книжки. Причем так прошел мимо. И особо так не заметил их. Но потом я все-таки... Я все-таки нашел на Владимирской горке плакат. На котором было написано Агни-йога. Занятия. Они проходили в каком-то полузаброшенном клубе. Тогда было много во всем Киеве полузаброшенных клубов культуры, которые практически не использовались. Потому что в советское время официальная культура... Это была такая скучная вещь. Которую никто не ходил. И вот эти клубы, дома ученых, дома предприятий преданно использовали для того, чтобы иногда арендовать их. Или договориться просто, чтобы там провести программу. И вот я прихожу на программу. Программа состояла из двух частей. Первая часть была вводная лекция по энергетике, партии Агни-йоги и так далее. Странные вещи. Которые были в то время популярны. Экстрасенсорика, диагностика и так далее. А во второй части, после того, как люди уже все вместе повторили Харе Кришна мантру. И после того, как все приняли Прасад, который приготовила в то время Матаджи Ямунанги и Тунгавити, они готовили замечательную халаву. И вот после этой халавы был Киртан. Очень хороший Киртан. Чудо прия пробу. В то время просто Чудо. Он вышел на сцену, спел Киртан. Это произвело впечатление. Реально. Я недавно прочитал, как Шадабрупады одному из своих учеников сделал комплимент. Он сделал комплимент. И в этом комплименте уже состояла суть сознания Кришны. Он сказал, если ты будешь пить такой Киртан, то люди во всех странах мира, везде, они придут в сознание Кришны тысячами. И вот хороший Киртан, это реально самое главное. Потому что люди, они слышат Киртан, и они слышат. И вот сама идея, что я пришел в сознание Кришны тогда, она правильно, в принципе. Хотя я не пришел в сознание Кришны, я начал приходить в сознание Кришны. Даже сама инициация, когда преданная получает инициацию, это начало. В общем, начало-начало для того, чтобы дойти до второй инициации. До праманической инициации, как мы ее называем. И получить мантры, которые означают начало. Это тоже начало садданной Бхакти, которая идет к началу настоящего Бхакти. Поэтому прийти в сознание Кришны, если вы пришли в сознание Кришны, вы не можете уйти в сознание Кришны. Это невозможно. Но можно начать путь. И мой путь продолжается. На самом деле, я многих преданных спрашивал, когда я пришел в сознание Кришны, кто-то из очень старших преданных учеников Прабхупада сказал, я каждый день пытаюсь прийти в сознание Кришны. Да, можно сказать, что я пришел в сознание Кришны, и потом продолжал приходить в сознание Кришны. Приходил в сознание Кришны, когда я поехал в Швецию, приходил в сознание Кришны, когда я начал жить в Майяпуре. для меня это, можно сказать, пришел в сознание Кришны. Первый раз приезжаешь во Вриндаван, ты приходишь в сознание Кришны. Первый раз, после второй инициации, первый день, я думал, я пришел в сознание Кришны, теперь я могу проводить арати. Я помню, это первое мангал арати, которое я провел. И опять же, чувство, что ты, может быть, ты пришел в сознание Кришны, это было, сколько, практически 30 лет назад. И это чувство нужно постоянно обновлять, его нужно постоянно, никогда не нужно думать, что я пришел в сознание Кришны. Это совершенно не рабочая для меня, по крайней мере, гипотеза. Хотя кто-то, может быть, пришел в сознание Кришны. Дай Бог, чтобы они никогда не ушли из сознания Кришны.